привет друзья только что перед этим померил скорость мобильного сотового интернет Ростелеком Теле2 Теле2 купил Ростелеком кто не в курсе Ростелеком это кусок говна это псевдогосударственная структура он как бы называется как все структуры здесь государстве они называются государственными просто чтобы скрыть от вас что владелец какой-то уебан какой-то сука который называет себя бизнесменом а на деле просто вас грабит под прикрытием что это государство это бизнес а те люди которые говорят но это же бизнес они просто повторяют эту фразу даже сами не вдумываясь бизнес это когда есть вот фирма и клиент и они равноправные в правах и возможностях не то что есть огромная фирма и она тебе въебошивает какой-то тариф какие-то ограничения торрентов vpn в сотовых сетях это просто это рабство называется другое поэтому ну есть вот дофигища людей не понимают элементарную разницу могут быть различные мнения конечно я не против мое мнение не единственное в мире но тут вот сто процентов это так единственный смысл договора но вот у вас есть например договор с оператором с любой фирмой и вы должны быть равны в правах и даже ты вот просто один человек равен сотовой фирме которая миллиардами долларов ворочает в рост телекома или сейчас я померяю билайновскую скорость вот это бизнес как бы бизнес это в переводе дело это дело а вот это говно херня вот это то что люди говорят это просто типа объебать другого ну вот тебя объебем вот сука вот который вот это говорит гнида вот придем и тебя объебем просто разорвем тебя на части сука блять какой-то бизнес придумали чтобы людей наебывать суки блять нет такого бизнеса это охуение не знаю херень называется ведь на части надо разрывать таких гандонов а так услуги да в нормальном виде если равны ваши права туда человек там фирма течет продает ты не против но тут вот совершенно все по-другому ну я своих роликов про это и рассказываю многие люди знают тут не знает скорость интернет и пинг параметры важные ну и цена конечно цена не врут как будто ультра маленькая на самом деле я в не сказал что она маленькая потому что например у меня подключена полтора гигабайта всем рублей в день то есть получается 210 рублей вроде как бы немного потому что даже магазин если я хожу то минимально там трачу рублей 200 то есть это один день в магаз там херни какой-то купить и дает за месяц до получается но что я получаю полтора гигабайта я смотрю только карту когда выхожу на улицу иногда не часто это получается там дней 10-20 в месяц смотрю карту причем он грузит все время одно и то же у яндекса кэш почему-то нельзя установить я спрашивал недавно ну чтобы ты грузила они работают совместно опять же вот этот псевдобизнес чтобы ты без конца грузила одно и то же если ты по одной и той же району ходишь он тебе подгружает из того что просто раз в месяц скачать карту причем яндекса по-моему это было но в общем все ясно они тоже занимаются даже не будем использовать слово бизнес надо истинные слова из по наебоном 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 на и бизнес на и бизнес на и бюк на и босс на и босс его и скорость я смотрю они морут так что вот билайн сайт смотрел 65 мегабит скорость 4g или 4g плюс не понял точно что они имеют ввиду и скорость херовая сейчас вечером просто никакущая причем я смотрю ночью со временем хуже становится как я мерил год-два назад сейчас лте модем подключен huawei 3372 сигнал ну более-менее нормальный нахожусь я не в подвале оборудование у меня в порядке потому что показывал скорость и побольше и не зависает и нету никаких там ультра каких-то помех рядом со мной это 4g четвертое поколение четвертое поколение билайн сеть трафик у меня есть еще там что-то около гигабайта 500 мегабайт осталось немного получше скачивание чем ростелеком там просто упал в ноль здесь немножко держится но просто ужас я замеряю ночью причем мерил уже ночью вот прошедший там было 88 58 мегабит а днем вот так вот падает никакущая скорость я не знаю даже что на ней можно делать сайт это тяжело будет смотреть вот так вот херово и на улице никто не будет стоять как люди где на улицу выйди выходил я на улицу там немножко получишь конечно никто не стоит и мало кто живет именно у кого окна выходят на улицу где дальше домов нет на это рассчитывать глупо если у кого-то это есть ну ладно но это процентов там 30 людей которые в какой-то вот такой зоне нормальная на карте то нарисовано что все отлично покрыто это ложь сейчас переключусь третье поколение у мтс у меня называется у мтс мтс b1 b8 два диапазона модем поддерживает сигнал просто отличный но так он рисует dc hc по что что это такое вообще шесть сотых круто пинг вырос 30 до 50 часто проснется что пинг 2 секунды и нужен какой-то модем я не менял в положении не трогала вообще могу только попробовать отключиться подключиться я не понимаю смысла этого действия я же сети и сигналы отличный что надо так отключился подключился модем чик через панель управления называется он который сеть создает забывая все сеть сетевой модем чего подключился сигнал отличный помогло надо же не смог перелететь просто автоматически сети 4 сердца поколения в третье вот такая скорость белая получше ростелекома вроде как пять и два и семь неплохо для вечера наверно ростелеком побил пинг хороший и нам чем 4g так мало то я так недоволен что еще разок померить и надо включать выключать не просто диапазон я диапазон меня а надо подключение включить выключить как ну как примитивный такой рычажок туда-сюда подергать смешно я же как бы теперь регистрируюсь это совсем другая сеть что именно вот еще рычажок куда-то надергать ну кнопку зеленая такая кнопочка мобильная передача данных вот сейчас я и выключил сейчас включил сейчас должно быть все прям идеально включился что 20 миллисекунд четвертое поколение 4 4g 20 даже не 30 блин круто я думал 33 хуже чем третье просто то ли он мертвый то ли мой модем действительно в тот диапазон не падает или полоса у них в этом диапазоне очень маленькая ничего не понимаю на ночь еще померяю в общем все поняли 4g мертв 4 поколение 3g вообще не развивается скорость только падает со временем я смотрю просто хлам и они ну понятно врут все в рекламах врут что повторять в реальности вы за огромные деньги получаете херовую скорость почему я уже объяснил потому что это обе бизнес я не примерно все похожие кстати вот 10 виде примерно одно и то же нет смысла соревноваться и этот магистральный наверное интернет даже проводок одна и та же фирма продает им а чтобы вот скорость вот такую вечером как увеличить как я понял это просто оборудование стоит вот у них один блочок он рассчитан на 100 клиентов они сейчас подключены ну я вот подключался получается 3 мегабита им нужно еще второй блочок купить стоит он там возьмем скажем что тысячу долларов ну даже ладно десять тысяч долларов блочок окупится это за день у них этот блочок но они не ставят вот этот второй блочок еще на 100 клиентов ну как в парке с маршрутизатор 2 может обслужить вот пять клиентов еще 2 еще опять я думаю так все картину представляю белая немножко получше рост телекома ну просто ужасно с такой скоростью ничего не сделаешь даже простенькую видео трансляцию это все пока ребята слава прогрессу